Тема номер 33. Географические координаты. Для чего нужны географические координаты? Представьте себе, что вам нужно объяснить, где находится главный город России, Москва. Один из вас скажет, между Северным Ледовитым океаном и Черным морем. Другой задумается, ну, к западу от Уральских гор. А жители Австралии наверняка заметят, этот город находится на другой стороне Земли. Каждый будет по-своему прав, но ясности от этого не прибавится. К тому же каждый из говорящих считает, что его собеседники знают, где находится Северный Ледовитый океан, Черное море, Уральские горы и Австралия. Чтобы четко указать место объекта на земном шаре, люди используют географические координаты. Система географических координат основана на линиях градусной сети, параллелях и меридианах. Через любую точку на земной поверхности может проходить только одна параллель и только один меридиан, которые определяют ее положение на поверхности Земли. Географические координаты – это своего рода адрес объекта на земном шаре. Географические координаты определяются двумя числами – географической широтой и географической долготой. Что такое географическая широта и географическая долгота? Географическая широта точки показывает, насколько она удалена от экватора, то есть на какой параллели она находится. Поэтому широта экватора равна нулю. Широту измеряют в градусах. Объекты, расположенные в северном полушарии, имеют северную широту. Все объекты южного полушария имеют южную широту. Широта важнейших параллелей. Экватор – северный полярный круг, южный полярный круг, северный тропик, южный тропик. Самого большого значения географическая широта достигает на полюсах, поскольку они максимально удалены от экватора. Северный полюс находится на широте 90 градусов северной широты, сокращенно 90 градусов северной широты. Южный полюс на широте 90 градусов южной широты. Географическая долгота точки показывает, насколько она удалена от нулевого меридиана, то есть на каком меридиане она находится. Долготу измеряют в градусах. Долгота нулевого меридиана равна нулю. Объекты, расположенные к западу от нулевого меридиана, имеют западную долготу. Все объекты к востоку от нулевого меридиана – восточную. Максимальное значение географической долготы имеет 180-й меридиан, который находится напротив нулевого меридиана. Плоскость, проведенная через нулевой и 180-й меридиан, делит земной шар на восточное и западное полушария. Выводы. Градусная сеть, образованная параллелями меридианами, позволяет точно определить местоположение, географические координаты любой точки на земном шаре, а также определять направление север-юг по меридианам и запад, а восток по параллелям.